Всем привет! Меня зовут Мачи и добро пожаловать на мой канал Польский с Мачким. Польский язык с Мачием, на котором я помогаю вам изучать мой родной язык. Сегодня мы поговорим о том, почему в польском языке стоит употреблять глагол пукать, причем еще в целых трех значениях. Поехали! Друзья, первые значения пукать это стучать стучаться. Вы можете, например, стучаться в дверь и это звучит по-польски вот так. Пук-пук-пук, кто я? Пук-пук-пук. Кто ж пукал до джвы, это кто-то стучится в дверь. Не можно входить без пукания, нельзя заходить без того, чтобы постучаться в дверь. Или же вы говорите ребенку, помните, никогда не открывай джвы, если пука кто ж незнаемый. Помни, никогда не открывай дверь, если стучится кто-то незнакомый. И второе значение, оказывается, в польском языке пукать может также сердце, когда оно бьется. И была даже давним-давно очень известная песня, поляки ее до сих пор знают и помнят. Сердечко пука в ритме чача. То есть сердечко бьется в ритме ча-ча-ча. Кому интересно, загуглите, пожалуйста, и послушайте. И третье значение, мы используем этот глагол также тогда, когда кто-то стучит пальцем по лбу. Например, когда рассказывал о своих планах, люди пукали в голову, но он вообще не переживал о своих планах, люди стучали пальцем по лбу, но он вообще не переживал по этому поводу, вообще не огорчался. Или же, если вы видите, что кто-то делает что-то тупое, сумасшедшее, вы можете ему сказать ПУКНИЩЕ В ГОВЫ Слово ГОВА можно тут заменить также словами ЧОВО или УЭБ. ПУКНИЩЕ В УЭБ Или же ПУКНИЩЕ В ЧОВО Если хотите выучить еще больше настоящих фраз и выражений, чтобы заговорить как поляки, я приглашаю вас на мои лучшие курсы польского языка в онлайне. Занимайтесь обязательно с носителем языка. А на сегодня это уже все, надеюсь, я помог. Если понравилось, поддержите меня, пожалуйста, лайком, комментарием, репостом и подпиской. Спасибо за ваше внимание, до новых встреч!